К процедуре создания каждого сюжета мысли мои обитают в интернете. Вчера, кстати, посмотрел Павла Волю из Comedy Club. Говорил он как раз про детей. И в некотором смысле я был с ним согласен. Не надо шизеть от детей. А то, ну, буквы и ботинки в школу, кроссовки в другую. Да не было этого у нас. Не было и все. Папу и маму грузят по интернету. Типа говорят, давайте вместе учить. Чего такие вещи сейчас присутствуют-то? Не было у нас этого. Я чрезвычайно люблю своего перца. Но зачем отрывать меня от отдыха, я не понимаю. То, чем я занимаюсь, в большей степени это мерзость и гадость. Хотя, в принципе, мы говорим об обратном. Эфир автостопа. Восемнадцатый год как идет. Дом, милый дом. Тринадцатый год. Затрахало это меня объяснять недоумком, что и без них хорошо. Затрахало не по-детски. Город маленький. А еще телевизионных работников комбината бросили на выживание. Да и ценники ниже плинтуса. Но можно потерпеть. Когда последние операторы уйдут, и вот тогда будет качество, которое присутствует. А так, в принципе, только два оператора моего уровня. Монтажеров таких нет вообще. Те же два специалиста по 3D-графике. Так что можно подождать. К слову, о том, когда лучше заводить детей. Когда все в порядке. Понты закончились, занимаемся делом. С деньгами, конечно, полный отстой. Но кушаем, заправляемся. Вот как-то так. К слову, кушать надо, либо сделав все самим, либо купив мясо, а лучше рыбу, конину, терятину и баранину с птицей, только в селе. Чтобы не охраневать от рака, естественно. А то та самая херь отслюнявила у меня собранные со спонсорами 110 тысяч долларов. Вот как-то так получается. Век живи, век учись. И по сути, то, что вы сейчас видите, предназначено не для тех, кому от 40 лет и выше. Я не хочу, чтобы тот, кто нас заменит, до 30 лет снимал жилье. Можно сделать все быстрее. И вот для них мой канал. Панты, конечно, будут. Но сначала дом, потом понты. К слову, зная наш идиотизм, нашу пенсионную систему, я бы советовал от понтов отказаться. Сначала дом, затем три однушки купить. И если хватит, и на мелкие понты. А затем в 50, либо в 55 забить на работу вообще. Вам аренды хватит спокойно. Существовать на пенсии еще лет так 15. И вот тогда грамотная юность и хорошая старость. Кто бы мне сказал такое, я бы его в попенс поцеловал. На фоне чего вы меня слушаете? На фоне того, что мой перец вместе с одноклассниками отвечает то, что он пошел в первый класс. Я не знаю, что будет далее. Господь мне судья. Как он скажет, так и будет. Но по сути, посмотрев этот сюжет в дальнейшем и поняв, что я пишу, и ему, естественно, он, надеюсь, будет слушать, что я ему говорю вместе с друзьями. Потому что я говорю правду. Как жить в странах, в которых типа капитализм рулит? Чтобы вовремя выйти на пенсию. А чтобы не влупиться в налоговую квартиру, отпишите родителям или детям. Вот такой принцип. Как для вас мое будущее. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится родина, как монолит. Горнили победы, сегодня как сталь, опять закаляется родина и сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимая Россию знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, Поднимаем в России знамя Пусть время нас бурным потоком несет За нами Россия, за нами народ Традиции святы и тысячи лет Продолжится летопись наших побед А если врагов налетит вороньё И снова Отечество встретит майор Россия, Россия В этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимаем в России знамя Россия, Россия В этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимаем в России знамя Вперёд, Россия! Вперёд, Россия! Вперёд, Россия! Вперёд, Россия! В этом слове источник силы Повторяем вперёд, Россия! 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 В этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Поднимаем Россию и пламя Россия! Россия! В этом слове огонь и сила В этом слове победы пламя Обнимаем Россию с нами